Добрый вечер! В эфире телеканала СТВ программа «Обстановки мира». Мы рассуждаем о тех проблемах, которые являются наиболее важными и значимыми, обсуждаются в нашем обществе. Сегодня тема, о которой мы будем говорить, это наше образование, наша система образования. Вместе с нами в студии Оксана Сергеевна Попова, проректор Республиканского института профессионального образования, Марина Александровна Ильина, директор гимназии номер 10 города Минска, член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, Владимир Владимирович Лосев, ректор Международного университета МИЦО, Александр Сергеевич Луцевич, директор образовательного центра, Валентина Владимировна Чекан, учредитель частной школы. Начнем с той темы, которая наиболее активно на сегодняшний день обсуждается в педагогическом сообществе. Как известно, на общественное обсуждение Министерство образования подготовило и вынесло на суд педагогической общественности этический кодекс педагогов. Почему сегодня встала эта проблема? Насколько она важна, значима, актуальна? И как она видится каждому из вас, уважаемые коллеги? Тема, конечно, не нова, потому что если вернуться даже к очень давней истории, то исходя из слова этика, как обычаи, на которые обратил внимание еще Аристотель, это IV век до нашей эры, и Марк Квинтелян, это I век, который впервые, наверное, заговорил о том, что нужны некие этические нормы для педагога именно, то на протяжении всего этого времени, конечно, педагогическая общественность различных стран, она обращалась к этому вопросу. Но, Игорь Александрович, наверное, стоит заметить, что последние 10 лет этот вопрос наиболее активно развивается и на постсоветском пространстве, и в ближнем зарубежье, потому что, если взять, например, историю той же системы образования Российской Федерации, то достаточно было ли Российской Федерации, что в 2014 году был введен вот такой этический кодекс? Наверное, недостаточно. То же самое я могу сказать, например, об Украине, где министр образования Гриневич поднимал вопросы необходимости такого кодекса, но в Украине, насколько мне известно, пока он не принят. Во многих странах ведь он называется модельный кодекс, примерные правила, этические нормы. То есть это то, что должно быть внутренним посылом самого педагога и тех людей, которые идут в профессию. На мой взгляд, даже вот внимание к этой теме сейчас – это некое размораживание темы. Она в умах у нас витает. Внутренне мы это принимаем, но насколько все-таки мы это реализуем в повседневной жизни, наверное, вот в этом заключается вопрос. Поэтому, на мой взгляд, здесь все-таки это не на законодательном уровне мы решим вопрос. Мы решим вопрос нашим внутренним отношениям, нашим внутренним обсуждениям, нашим внутренним соответствием. Требования, которые предъявляются к педагогу, там весьма высоки. Скажите, а сам педагог каким образом защищен? Я бы хотела сначала чуть-чуть поддержать коллегу в том плане, что, посмотрите, в сегодняшнем мире, наверное, и роль педагога поменялась. Сегодня он не единственный источник знаний. Мы войдем в интернет сегодня и найдем все постулаты, все научные доказательства любых явлений. И, наверное, вот сейчас обсуждается так активно вот эти этические правила и нормы, потому что, наверное, педагог любой, неважно, в детском саду или педагог высшего образования, он передает свой опыт жизненный. И от того, какой опыт, какой образ этого педагога будет передавать эти знания, очень много зависит в воспитании. Мы же никогда не отрываем получение знаний от воспитательного процесса. Может быть, сегодня это должно даже вообще выходить на первый план. И если говорить о защите педагога, ну, наверное, вот эти правила этические не должны стать неким кнутом, который бы помогал законным представителям или вышестоящим организациям наказывать педагога. Наверное, этические правила должны стать таким стержнем, примером, каким должен быть сегодня педагог. Ориентиром, да, то есть примерным вариантом. Но, смотрите, я хотел бы обратить внимание на форму, каким образом он написан. Потому что это все-таки попытка как-то формализировать. То есть там вот эти формулировки сложные, непонятные. То есть что значит моральным примером должен быть преподаватель. И мы можем смотреть в той же России, бывают ситуации, там учитель покупал нижнее белье. И его уже полоскают в интернете, что это за пример такой, вдруг учитель... Но если он выставляет в Инстаграме это... А вот здесь именно был пример, что увидели в магазине, как учитель покупал. И что это уже, может быть, кто-то скажет, вот он, моральный облик, или что-то другое. То есть абсолютно такие очень широкие формулировки и непонятные. Я бы именно рассматривал бы этот условный, условный, я скажу, этический кодекс, как некие кейсы. Ситуация, как преподавателю нужно себя в некоторых сложных ситуациях вести. Потому что, конечно, мы все получаем педагогическое образование. Но времена изменяются, как вы тоже сказали. Изменяются подходы учеников. И вот там условно этот случай. Вот этот ученик тебя плохо ведет. Ты стоишь рядом с партой. Что делать в данной ситуации? Как себя условно вести? Просто нормальным человеческим языком ответы на какие-то вопросы. И вот это было бы реально эффективно. А не просто какие-то наборы умных фраз, которые на самом деле только и останутся. Я вижу, что кодекс, он пытается решить ту проблему, утеря той ценности, о которой мы еще не сказали. Это утеря доверия между всеми участниками образовательного процесса. Если этого доверия нету, тогда у нас превращаются. Как себя вести? Мы думаем, что учитель, придя в профессию, напрочь у него отсутствует какое-то понятие о добре и зле, о воспитании. То есть мы можем предположить, что на уровне абитуриента нам нужно что-то в нем достроить, чтобы мы получили профессионала. Но если мы говорим про работающего учителя в тех сложных условиях, которые мы сейчас, учительский труд, коим должен соответствовать, то тогда нужно доверять. И тогда про всех игроков образовательного процесса, про всех участников нужно говорить и в рамках кодекса, нужно говорить и о законных представителях, нужно говорить и о заказчике обучения, кем он является и каковы его условия пребывания в этом процессе. Что для него есть? Хорошо, плохо, этическая норма или ее отсутствие? Если утеря базового доверия у нас среди всех участников, то регламентировать этикой это, мне кажется, не столь эффективно. А как вам кажется, не извели ли мы, в том числе не самыми умными телодвижениями в свое время его, до представителя сферы услуг? Есть здесь проблемы? Может быть, в продолжении высказываний коллег необходимо обратить внимание, что вот этот документ, который мы сейчас обсуждаем, он ведь, на мой взгляд, требует взгляда еще с одной стороны. Он в некоторой степени защищает педагога от непомерных требований со стороны общества. Ну, может быть, не говорить широко со стороны общества, но тогда, когда родитель представляет, что его воспитание закончилось с переходом ребенка в школу, наверное, здесь что-то не так. Когда ребенок не подготовлен, наверное, в семье к тому, чтобы уважительно относиться к старшему человеку, наверное, и обремененному знаниями, и опытом, и многими другими вещами, наверное, здесь необходима корректировка. Наверное, необходимо обратиться к каким-то постулатам и к каким-то нормам, которые, может быть, не навязчивы, может быть, не на уровне документа, закона, там, какого-то жесткого императива будет вводиться. А это будет на уровне обсуждения всех заинтересованных. И тогда, действительно, педагог будет защищен, потому что, скажем так, получается сейчас, что педагог, он должен быть всегда, везде и во всем. Но, наверное, не надо забывать о том, что он и человек... И он во всем не прав, как правильно. Да, да, да. Он должен оправдываться перед родителями, перед детьми, ему можно нахамить безнаказанно. Ну, согласитесь, что вот то, о чем мы сейчас говорили, это тоже про доверие родительское к школе, да. Если мы отдаем ребенка школе, то тогда нужно безоговорочно доверять тому, что будет делать учитель. Конечно. И, окей, мы можем сказать, я, как мама, снимаю с себя некие полномочия и говорю, вот мой первоклашка, и я безоговорочно доверяю тому педколлективу, в который он попадает. Это тоже важно. Но, говоря о роли учителя, тогда, возможно, если мы видим в этом, если мы низвели роль учителя до обслуживающего персонала, то, возможно, и учителю стоит посмотреть, какие еще роли он может себе выбрать. Мы знаем, что есть урокодатели, да, есть такой хороший термин в педколлективах. Это тоже категория учителя, ну, она сейчас есть. Но, возможно, нужно, стоит говорить о учительском лидерстве, о менторинге педагогическом, о том, когда учитель становится некой ролевой моделью для ученика, и тогда эти этические нормы априори в нем вырисовываются. То есть если мы говорим о лидерстве, о ролевой модели, тогда и процесс воспитания строится у нас не через декларацию этических норм, так ведь, да, а через принятие этой ролевой модели как образца поведения. Тот человек, которому я хочу соответствовать. Тот человек, который является для меня членом, плотным таким членом референтной моей группы. И если я вспоминаю свое учебное детство, я помню, что именно такие люди остаются с тобой в памяти, как образцы поведения, как образцы подражания. Навсегда, правда, навсегда. Знаете, я могу сказать даже как потенциально классическое, вот вроде бы можно назвать, у нас образовательный центр, мы готовим к ЦТ, и вроде бы это можно назвать сферой услуг. Но когда я совмещаю две роли, я и директор образовательного центра, и я сам репетитор готовлю к ЦТ по истории Беларуси и обществоведению. То есть две роли. И когда я принимаю преподавателей, обязательный посыл, я им говорю, пожалуйста, не воспринимайте, что вы сейчас оказываете услуги. Вы можете и задавать, вы можете и ругать, вы можете и мотивировать, вы можете весь свой педагогический стаж, в общем-то, пытаться применять на них и разными способами. Главное, чтобы был результат. Потому что здесь вот, опять-таки, я соглашусь с предыдущей коллегой о том, что важно, как учитель себя поставит. Он как вот урокодатель, он пришел, отчитал лекцию, ушел. Или же ты хочешь войти в жизнь этого человека, если ты хочешь вжиться вместе с ним, чтобы вместе с ним пройти этот путь к его результату на ЦТ. И во второй ситуации будет сложно, будут конфликты, будет еще что-то. Но только это может привести к реальному образованию и вот непосредственно тому, что потом этот ученик будет тебя вспоминать и благодарить. Вот, поэтому здесь еще очень важно именно расти над вот каким-то уровнем преподавателей, именно как они себя в том числе готовы будут представить. Знаете, есть хорошее белорусское слово «годность», в том числе и профессийная годность. Слушно. Ну, наверное, об этом каждому из нас, каждому учителю стоит помнить. О том, что мы приходим в профессию, и если мы хотим в ней оставаться, то надо прирастать. И общество может там нивелировать роль учителя, как-то обращаться к ней, как общество себе предполагает это делать. Но профессиональное достоинство должно быть у каждого. Мне не хочется снимать здесь ответственности с педагога. Вот не хочется. Общество может диктовать любые посылы, кодексы и так далее. Пусть диктуют, а мы преподаватели. Да. Мы знаем, как работать здесь. Так надо держать лицо. Это важно. Вот мы говорим, что это не услуга. Конечно, это не услуга образования. Но я считаю, уже наступил тот момент, когда все-таки должны быть некие четкие правила игры. И если это договор не в юридическом плане, а в таком, в обычном договор трех сторон, то все три стороны должны четко выполнять определенные действия по взаимоотношению друг с другом. Как только одна из сторон, законный представитель, учащийся наш или учитель, что-то делает не так, то сразу вот эта цепочка трехсторонняя и образование, ну, все нарушается в этой цепочке. Но сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш разговор. А как преподается в вузах этика на сегодняшний день? В каком объеме? Как? Фактически, получается, что... Или уже совсем заявили, что этика не нужна, философия не нужна, вышвырнем все. Игорь Александрович, вы знаете прекрасный ответ на этот вопрос. С учетом сокращения так называемого блока соцгум, социально-нашим гуманитарных дисциплин, философских, в рамках, опять же, перехода с пятилетним на четырехлетний срок, получения высшего образования, конечно же, все это сокращено. И в итоге получается, что педагог высшей школы, он, собственно, этики не учит. Но то, о чем уже говорили коллеги, он своим примером, своим отношением, первое, к студенту, своим отношением к своим коллегам-преподавателям, своим отношением к научному сообществу, умением вести грамотную, конструктивную дискуссию без перехода на какие-то оскорбления и в научной среде, и с тем же студентом, он как раз своим личным примером по принципу «делай, как я», он и учит этики будущего специалиста. У нас приходит вчерашний школьник, и мы видим, что такое абитуриент, что такое первокурсник, и как он меняется за эти даже четыре года. Это уже взрослый человек, который готов войти в самостоятельную жизнь. И вот здесь как раз и задача вузовского преподавателя любого, что бы он ни преподавал, будь то это будет математика, право, «делай, как я», и это будет правильно. Я сегодня ехала и анализировала учебные планы педагогического вуза. Просмотрела, мне было интересно сравнить со своим годом окончания. Я обнаружила, что педагогическая этика как дисциплина является дисциплиной по выбору студента. И поставив себя на место студента педагогического вуза, я подумала, ну как часто бы я ее выбирала, вот из потока. Набралась бы у нас там полноценная группа, что мы предлагаем второй дисциплины, между чем и чем предлагаем выбор. И мне кажется, да, а в БГУ, там, где мы даем преподавательскую квалификацию... То есть вы сейчас говорили про программу педуниверситета? Педуниверситета, да. А в БГУ мы видим там, где у нас идет квалификация, в том числе преподаватель неких дисциплин, там, в принципе, педагогической этики нет. А ребята эти приходят в школу и после университета нашего тоже. И вот это, мне кажется, немножко вот мы обсуждаем кодекс, но мы не обсуждаем того, что привело к необходимости этого кодекса разработать этот кодекс. Отсутствие в учебных планах профильного вуза, педагогической этики, где нужно решать задачи на педагогическое мастерство, где нужно идти в реальную школу с абсолютно реальными учениками, становиться пусть под надзором методиста, да, пусть в какой-то такой лабораторной среде, но тем не менее прорабатывать эти вопросы и ответы. Знаете, как вот у менеджеров, у менеджеров по продажам, есть прямо готовые заготовки, да, работа с возражениями, еще что-то. От кейса, да, деловая игра. Ну почему мы не можем это отмодерировать? Мы вот обсуждаем проблему этика, да, этика — это ведь безграничная ответственность. Это, наверное, больше, чем ответственность. И когда мы пытаемся это свести к наличию какого-то предмета в учебном плане, ну мы сами себе противоречим. Если, например, проанализировать учебный план того же педагогического университета, то начиная от введения специальности, заканчивая уже производственной практикой, это та атмосфера, в которую попадает студент, и он впитывает. Ведь мы в начале нашего обсуждения говорили о том, что педагог задает вот эту модельную рамку. Наверное, когорта педагогов, кафедра, при которой он учится. Посмотрите, насколько хороший эффект. Я вот сравниваю студентов двухлетней, трехлетней давности. Вот когда ввели понятие педагогических классов, приходит совершенно иной студент. И на практике он совершенно другой. Я думаю, в вашу школу тоже приходят выпускники, или, скажем так, на первом курсе, когда это только ознакомительная практика студенты педагогического вуза. Неужели у вас, как у директора, ну, скажем, недовольство практикантами? Или вы приглаживаете специально детей для того, чтобы там все было хорошо, и по практике поставили 10? На сегодня у нас, наверное, в гимназии около 50 студентов проходят практику. Конечно, как и любой студент, он студент разный. Конечно, он разный. Студент, который все понимает, слышит, хочет развиваться. И студент, отбывающий время. Это как и в любом вузе. Вот единственное, чем раньше мы поймем вот эту градацию, студент, который хочет развиваться и дальше стремиться. Почему вот я за педклассы? Потому что, вот говорят там, 30% поступления на педагогические специальности. Это очень хороший процент. Как здорово, что чем раньше этот ребенок поймет, что это не моя профессия. Вот пускай, например, в 10-м, в 11-м классе он осознает это и не пойдет в педагогический вуз, чем на третьем курсе педагогического вуза он поймет, что это не его. Профессия педагога такая ресурсно-затратная, что восстанавливать где-то надо ресурсы расти все время. Но студенты тоже сегодня разные. Да, то есть в хорошем смысле начинаем инфицировать, да, и говорить, вот эта профессия. Очень скоро всех, кто закончит среднюю школу, гимнадии, лицеи, просто школы, приступят к самому трудному и волнительному для них моменту, к сдаче ЦТ. В этом году предлагают отменить пороговые баллы. В связи с этим, мне интересно, как вы относитесь к этому нововведению. И когда мы говорим о ЦТ, насколько справедливо, что ЦТ и программа школьная, мягко говоря, между собой не совпадают. И что поэтому без репетитора высококачественно школьник не может сдать. Это так или нет? Программа школьная, в основном она совпадает с ЦТ, и было несколько поручений о том, чтобы привести ЦТ в соответствии с тем, как была программа. Точно могу сказать за гуманитарный блок, это точно идет. Возможно, физики, математики немножко там, я знаю, просто у коллег есть дискуссия, что там есть нюансы, но за гуманитарный блок я могу полностью отвечать. Это раз. Однако здесь вопрос в том, что прибегают к репетиторам, это вопрос не программы, это не школьные программы. Здесь немножко в другом идет поле, немножечко более глубже. И мы почему-то постоянно еще пытаемся противопоставлять школу и репетиторов. То есть о том, что это значит школа плохая, то, что у нас есть репетиторы, или репетиторы говорят, мы хорошие, там школа плохая и так далее. А почему бы нам вообще не посмотреть это в неком симбиозе? Ведь вопрос школы, это вот у тебя в классе словно 20 человек, и даже если мы пытаемся их по профилям делить, не всегда есть все профили, не всегда есть все-таки люди, которые сознательно это выбрали. И учитель, когда он приходит, он там не готовит к ЦТ, потому что тебе нужно адаптироваться на детей, которые сдают твой предмет и которые твой предмет не сдают все-таки. То есть есть задача учителя, это дать вот этот школьный уровень образования, то есть тот уровень мировоззрения, тот вот этот вот круг некий знаний, который должен быть у человека, когда он выходит после среднего образования. Задача репетитора — это конкретно уже подготовить к поступлению по конкретному предмету. И здесь не нужно противопоставлять. Это, в общем-то, две такие вещи, которые должны работать, в принципе, в симбиозе, и почему бы и нет. И вот как иду с конца, и если говорить о вот этих пороговых баллах, которые, в общем-то, есть вероятность, что их отменят, это уже как бы немножко другой вариант идет. Здесь с точки зрения, как мы к этому подходим. Мы подходим, если с точки зрения рыночной экономики, то мы привлекаем больше студентов на платное, конечно, отделение. Вот если же мы говорим по качеству образования и о том, что оно все становится всеобщее высшее образование, здесь, конечно, большой минус. И тут вопрос, что нам нужно? Нам нужно больше денег? Нам нужно заткнуть какие-то проблемные места? Или же мы хотим все-таки соблюдать некую, ну, я уже не скажу элитарность высшего, такого уже не существует, но некий хотя бы порог. Да, порог того, насколько этот студент придет и сможет там учиться, сможет дальше совершенствовать свои знания. Чем мы просто взяли, ну, я скажу так, по объявлению. Да, всех набрали, и он приходит здесь. Ну, Владимир Владимирович, как ты насчет объявлений и качества абитуриентов? По качеству абитуриентов. Как есть, да. Со студентами я работаю уже не первый год, уже более 20 лет. Я скажу так, что из личного опыта, что 25 лет назад, что в этом году всегда примерно одинаковое соотношение. Треть, кто желал бы стать специалистом, треть, который в жизни не определился, ну, и еще та треть, которая вряд ли специалистом когда-либо будет, и будет работать по специальности. И здесь уровень абитуриента, ну, у нас разные сейчас и программы меняются, и сроки школьного обучения, и разные студенты, разные школьники, разные способы получения информации. Поэтому говорят, что у нас сейчас абитуриент стал хуже, чем это было 20 лет назад. Вряд ли это можно так говорить, ниже там по уровню знаний. Насчет пороговых значений, ну, тоже это пока вопрос для обсуждения, еще неизвестно, убирать эти пороги, повышать их. То есть есть три, как вы знаете, точки зрения, которые сейчас пока обсуждаются. В любом случае, я думаю, что правильно говорили, что здесь с точки зрения тех вузов, которые имеют конкурс, на них это никак не отразится. Уровень абитуриентов будет такой же, как был и в прошлом году, и в позапрошлом. А мы сами знаем, что есть вузы, не только именно вузы, а и специальности, на которые, в том числе на бюджетные места, происходит недобор. Вот в этой ситуации, да, конечно же, вузы заинтересованы в том, чтобы хотя бы привлечь к себе абитуриентов. Но опять же, дальше, кто из них станет специалистом, это покажет уже само обучение в течение четырех лет. Поэтому здесь сразу говорить о том, что это плохо снижение порогового уровня, я однозначно так не могу сказать. Может быть, всеобщее высшее образование по-настоящему? По-моему, это профанация. Мы 8 тысяч человек отчисляем в год с высшей школы. При этом набор построен так, что сначала зачисляют вузы, а уж по остаточному принципу среднее, среднее специальное учебное заведение. Может быть, все-таки имеют смысл сразу, во-первых, зачислять всех, ну, открывать процессы, чтобы не было. У нас все построено на том, чтобы в первую очередь закрыть высшую школу. А уже там как придется с другими. Как вам кажется? Я, во-первых, профессионально против всеобщего высшего образования. Я тоже. Потому что качество студента – это на выпуске, потом качество специалиста, который будет. И здесь нужно говорить о том, что исторически так сложилось на протяжении последних 20 лет. В обществе просто это витает, обязательное высшее образование. И вот я как мама тоже думаю. Мои дети сейчас в 9 классе. Это колледж, это высшее образование. И просто я разговариваю с другими родителями, и никто не видит иного. То есть я говорю, может же быть человек хороший, хороший специалист в какой-либо области и без высшего образования. И если дальше он захочет развиваться, он найдет пути развития. Сколько среди этих дипломов, по-настоящему верифицированных, честных дипломов, получается? Когда преподаватель, закончивший ПЕД, специальность, учитель математики не может решить контрольную за 11 класс со свеженьким дипломом, это как? Мы не должны выпускать таких специалистов. В этом случае лучше отчислять. Так лучше двойки ставить, правильно? Да, и цифра будет больше отчисления. Здесь я просто предлагаю подумать, это просто как дискуссионный момент такой, что с другой стороны, ну, получил он диплом, но если он не стал специалистом, ну, в общем-то, он и не станет там работать в этой сфере. Вот в чем здесь суть. Ну, по-разному. Ну, некоторые, я даже знаю примеры, что у них там диплом был 4,5, условно, маленькая оценка. Они пошли в школу, они там уже всему научились и уже, в общем-то, работают специалистами. Вот здесь вот сложный вопрос. Мне бы не хотелось такого специалиста иметь, который по математике имеет 4. Вот мне бы тоже. Но с другой стороны, он успешно работает, и детям нравится, и историю он учит. То есть он уже как-то научился по ходу этому всему. Коллеги, вот когда берете на работу в гимназию, не просто в школу, вы оценки смотрите? Вы уровень квалификации оцениваете? Обязательно. Ну, честно, да. Конечно, мы смотрим, как учился человек. Если он с другого учреждения, это обязательно звонок другу, как мы называем, полную картину знать обстоятельства. Сарафанное радио включается, когда мы узнаем об этом человеке. Потому что принять в команду человека, да, иногда можно переучить, иногда человек оказался не в том месте, не в той ситуации, и можно дать шанс. Но дети не могут ждать. Детям нужно сегодня развиваться, а не ждать, пока этот специалист как-то сформируется. Обстановка с высшим образованием несколько меняется, да? С одной стороны, конечно, образование это очень инновационная система. Но я могу сказать о том, что мы ведем уже аналитику на протяжении 5-6 лет. И если раньше у нас были очень пролонгированные доп. наборы в профессионально-технические и среднеспециальные учебные заведения, то сейчас ситуация меняется. То есть для того, чтобы сейчас, скажем так, родитель сделал выбор, они начинают задумываться, сколько времени уходит на получение высшего образования, и какова потом выхода. Какой трудостроится. Да. Практика ориентированности, ну, очень мало. А когда мы говорим о системе профессионально-технического и среднеспециального образования, то, с одной стороны, это и сроки обучения, это и практика ориентированность, это и социальный пакет, который получает. Абсолютно. Профессия, которая как раз дает профессионально-техническое и среднеспециальное. И родители это начинают понимать. Да, это произойдет не быстро. Да, наверное, для нас важен и индекс человеческого развития, где один из показателей – это уровень образования. Но сейчас мы уйдем еще на одну небольшую рекламу. Оставайтесь, будет интересно. Продолжаем наш разговор о тех проблемах, которые нас волнуют. Планируется такое нововведение. Это что-то типа единого экзамена, то есть, ну, по сути, это единый экзамен, совмещение его с ЦТ. Я за объединение в каком плане? Вот смотрите, что сегодня происходит и почему репетиторство, неважно, процветает оно, но имеет место быть. Я не против, пускай дети еще получают где-то знания. Это форма проведения. Централизованное тестирование, некий тест с определенным количеством заданий. И контрольное по математике. Здесь, если можно как-то коррелировать, то возьмем русский язык. Тест и изложение. Это совершенно разные формы. И мы к этим формам разным готовим. Если мы придем к одной единой форме, у нас был уже такой опыт, и он был очень разным. Мы же когда-то уже, наверное, может, лет 10 назад совмещали и ушли от этого. Вот хотелось бы, конечно, сейчас подумать, почему мы отвергли эту систему. Но, наверное, это будет определенной разгрузкой. Все-таки вот я понимаю, в школе мы это сильно обсуждаем с учителями. И приведет к какой-то более правильной системе итоговой аттестации учащихся. Я очень большой сторонник разных форм оценивания, в том числе и критериального оценивания. И я вижу, что такого рода единый экзамен и разные формы этих экзаменов позволят нам тоже тогда заглянуть в эту проблему подготовки специалистов. Тогда ВУЗ может решать, с каким скиллом, с каким навыком им нужен абитуриент. Им нужен условно говорящий абитуриент. Им нужен абитуриент, который обладает навыком решения задач. Или им нужен просто пройти некий условный срез знаний, некий скрининг этих знаний общеобразовательных. И мы имеем возможность его зачислить, дабы достроить его уже так, как мы, согласно нашим планам и соображениям. Разнообразие таких вступительных экзаменов или общих экзаменов, как бы мы это ни назвали, мне кажется, дает возможность нам, каждому ребенку, получить вот эту аттестацию согласно своим профессиональным ориентированию, согласно своим устремлениям. Хорошо бы, чтобы это было все-таки разные формы, не только тестирование. Я хочу немножко с другой стороны, может быть, зайти и, скажем, предупредить, предостеречь, попросить об этом помнить о том, что ЦТ, на мою личную точку зрения, и много кто из моих коллег также об этом выступает, это, наверное, одно из лучших, что было введено в свое время в системе образования. Именно с точки зрения чего? Это честный вид экзамена, это реально всем дающее право стать студентом, именно благодаря своим знаниям. Вот, поэтому здесь очень важно, чтобы это было как-то сбережено в итоге, чтобы мы не попытались, в общем-то, как-то совместить что-то, соединить, все сделать, и получится как бы такая смесь бульдога с носорогом, которая это все самое хорошее уберет. И с точки зрения разгрузить школьника, это хорошее предложение. Но мы должны сберечь то, что есть, разгрузить здесь, вот, соединить это. И важный момент, это, конечно, должна быть независимая аттестация, потому что сейчас школа, ну, что греха таить, то есть все-таки есть свои нюансы из разряда, все-таки свой учитель, все-таки свои там какие-то подсказки могут быть, могут быть еще какие-то нюансы. На ЦТ мы должны от этого уйти, это независимая должна быть аттестация. И вопрос еще здесь в том, что вот тоже очень такой сложный, очень дискуссионный, я со стороны гуманитариев скажу. Потому что математика, все-таки где-то школьный экзамен сдать намного легче, чем условную математику ЦТ. Это наоборот этого ребенка, особенно гуманитария, нагрузит больше, что он кроме своих профильных предметов еще должен будет сдать сложный единый экзамен по математике. Поэтому я бы где-то предложил как-то разграничить, есть русский, белорусский язык, это обязательно для всех идут предметы, ну, там на выбор идет, там свои нюансы. Но дальше уже должен школьник выбирать, он сдает что-то из гуманитарного профиля или он сдает что-то из технического. То есть отойти от этой аксиомы, что математика должна быть для всех, для одиннадцатиклассников. Я вот хочу защитить таким образом гуманитариев, иначе мы их, наоборот, нагрузим еще больше. Хотя хотели разгрузить. А в 2018 год мы участвовали в ПИЗе. Как вы оцениваете результаты ПИЗы? И, как я считаю, более чем связанный момент. Вот когда Министерство образования вводит то или другое нововведение, оно потом анализирует результаты этого нововведения. Я имею в виду отмену экзаменов в гимназии. Как вам это видится проблема? Прямая корреляция идет. Мы знаем, что если этот экзамен делить по выпускникам, ну, школьникам, если я не ошибаюсь, 10 класса, правда, принимали участие, 15-летние школьники, гимназии и лицеи набрали хорошие баллы, школьники набрали ниже баллы. Ну, а в среднем получилось в среднем. Мы где-то посерединке по этому рейтингу получились. И это показывает о том, что гимназия и лицеи – это реально очень хорошая вещь, которая позволяет создать такой кластер людей, которые стремятся за знаниями, которые объединяются в эти сильные группы, классы и стремятся друг за другом, и это развивается. Школы, то есть, ну, получается, что там… Мы не говорим о том, что школы должны там и оставаться. Мы должны школы подтягивать к гимназиям, а не гимназии опускать к школам и делать некое среднее. Вот здесь немножко другой взгляд должен быть на всю эту позицию. Поэтому вот об этом важно помнить. То есть, с точки зрения все-таки гимназии, их, ну, скажем, не стыдно вернуть назад, не стыдно вернуть вновь экзамены после четвертого класса или какая-то другая форма, какая позволила бы нам все-таки восстановить. Это очень хороший пример. Я вас слышал. Марина Александровна, к вашей точке зрения, как действующей директора гимназии, стоит ли возвращать? Ну, вот могу сказать, что это, ну, для меня определенная боль, потому что, понимая, что с 90-го года гимназии, как тип учреждения образования, были созданы специально для одаренных и мотивированных учащихся, и я считаю, что вот этот путь, который был пройден, он очень был красивый для гимназии. Это победы на республиканских олимпиадах. В основном это гимназисты, в основном это лицей, это международники, дети. И, наверное, пройдет еще сколько-то время, когда мы сможем оценить то, что происходит именно сейчас. Нельзя оценить за год или два результаты нашего вот такого маневра, отменив экзамены. Я могу сказать, что учителям на уроках сейчас стало сложнее работать, по-другому стало работать. И первый год, когда отменили экзамены, все детки пришли к нам в пятый класс, то учитель иногда приходил и спрашивал, а я не понимаю вообще, что происходит, почему он не с подготовленными уроками. Даже такие элементарные вещи были. Да, мы перестраиваемся, но я бы сейчас, вот коллега сказал хороший вопрос, сегодня и школа, общеобразовательная и гимназии, имеют одинаковый учебный план. Я бы, наверное, сказала, что школы должны более активно использовать сегодня возможности изменения учебных программ. Пожалуйста, с восьмого класса до профильная подготовка. Да, я в гимназии второй год уже практикую это. Я вам скажу, это очень сложно, потому что логистически выстроить расписание, когда нужно поделить на подгруппы, физмат, химбио, это единый класс, то это очень, это добавило проблемы, это добавило какие-то решения. Школы не активно к этому идут. И может быть, сегодня и в гимназии у меня, и сейчас я не только направлена на какой-то стержень высшего образования, олимпиадного движения, я тоже продумываю о том, какую профориентационную работу начинать уже там с первого класса, рассказывать о разных профессиях, потому что уже сегодня реалии моего дня, что придут через пару лет дети в девятый класс, которые уже и не должны быть мотивированы на высшее образование. Ну, а результатами ПИЗа, наверное, здесь я считаю, что всему должно быть научное обоснование. Не просто некие умозаключения педагогов-практиков, это, конечно, обязательно, но и какие-то, наверное, научные исследования по этому поводу. Потому что вот чему учим и как учим, и насколько ПИЗа к нам применима, здесь у меня тоже вот много вопросов. А можно еще об одной, на мой взгляд, важнейшей функции ПИЗы, идеологической. Когда наш ребенок получает существенные баллы, когда наша страна в рейтинге других стран занимает достойное место, когда ребенок возвращается сюда, и действительно и школа, и гимназия поднимают его на высоту, когда гордятся его родители достижениями, на мой взгляд, необходимо участие и необходимы результаты. Вы довольны ряд этими результатами? Всегда же хочется большего. Это совершенно нормально. Конечно, нам хочется быть в тройке лидеров, но надо выстраивать систему образования для этого. Надо очень грамотно анализировать. Нельзя за один день, да, наверное, и за пару месяцев решить, как выстроить образовательную политику государства для того, чтобы подняться в этом мировом рейтинге на высшие строчки. Тема образования – это тема бесконечная. Есть отрасли, где все себя считают великими специалистами, в том числе образование, политика, значит, еще целое... Сельское хозяйство. Все являются крупнейшими специалистами в этих проблемах. Но давайте працовать так, как наша система эдукации максимально створала человека, подрыхтованного для сталого, дорослого життя, патриота, громадянина, який живе у своей краине и створая свои лепшие продукты для себе, для своей семьи, для своей державы, для своей нации. Дякую за то, что были знания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова